Добрый день, уважаемые старшеклассники! Я учитель химии школы научно-исследовательского специализированного центра развивающего обучения Восток для одаренных детей Управления образования Восточно-Казахстанской области. Зовут меня Куприянова Ирина Васильевна. Сегодня мне хотелось бы остановиться на основных вопросах, темы, фосфор и его соединения, а также разобрать некоторые вопросы, которые встречаются в сборниках подготовки к единому национальному тестированию. Итак, химический элемент фосфор в периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева занимает 15-е положение, его порядковый номер 15, относительно атомная масса 31, расположен в третьем малом периоде, в третьем ряду, в пятой группе. Так как расположен в третьем периоде, соответственно, 3 энергетических уровня и электроны располагаются в 2,8,5. По внешним уровням 5 электронов, именно они являются валентными. 3С2, 3П3. Степень окисления, которую проявляет фосфор в соединениях, это минус 3, плюс 3 и плюс 5. А валентности это 3 и 5. 5. Фосфор называют элементом мысли и жизни. Действительно, без такого элемента, как фосфор, жизнь невозможна. Потому что фосфор входит в состав живых организмов, а именно в клетках, у человека это в клетках мышечных, нервных, костных. В природе фосфор не встречается в чистом виде, встречается только в виде соединения. Если говорить о том, в каком виде он встречается, это в основном минералы фосфориты и апатиты. Апатиты это фторапатит, хлорапатит. Вы видите, что основное содержание этих минералов это ортофосфат кальция. Фосфор встречается в виде нескольких аллотропных модификаций. Это белый фосфор, красный фосфор и черный фосфор. В чем же причина аллотропии фосфора? Причина в том, что все эти аллотропные видоизменения имеют разные кристаллические решетки. Так, белый фосфор имеет молекулярную кристаллическую решетку, состоящую из четырех атомов фосфора. Вещество это мягкое, цвет от белого до светло-желтого, ядовитое, с чесночным запахом. В воде не растворяется, но зато хорошо растворяется в сероуглероде. На воздухе и самовоспламеняется, поэтому фосфор вынуждены хранить в воде, но и в темноте светится. Следующая аллотропная модификация это красный фосфор. Имеет атомную кристаллическую решетку. Как вы видите, вещество аморфное, красно-бурого цвета. В отличие от белого, запах не имеет и не ядовитое. Не растворимое ни в воде, ни в органических растворителях. И в темноте не светится. Третья аллотропная модификация фосфора это черный фосфор. А кристаллическая решетка такая же, атомная, но она совершенно отличается от кристаллической решетки красного фосфора. Это вещество полимерное, с металлическим блеском, напоминает нам графит, не имеет запаха, на ощупь жирная. Так же, как и красный фосфор не растворяется ни в воде, ни в органических растворителях и является полупроводником. Как получает фосфор? Красный и черный фосфор получают из белого, а белый фосфор получают, используя фосфорит природный, песок и хокс. При температуре, вы видите, образуется силикат кальция, угарный газ и фосфор. Каковы же химические свойства фосфора? Обратите внимание, что фосфор взаимодействует с кислородом. При недостатке кислорода образуется оксид фосфора-3, при избытке оксид фосфора-5. То же самое происходит при взаимодействии фосфора с хвором. При недостатке это хлорид фосфора-3, при избытке хлорид фосфора-5. Извините, здесь небольшая ошибка. При температуре фосфор взаимодействует с серой, образуя сульфид фосфора. Взаимодействует с металлами, причем, обратите внимание, фосфор здесь проявляет степень укисления минус 3. Соединения фосфора с металлом носят название фосфиды. Фосфиды, подвергаясь гидролизу, образуют основание и летучее водородное соединение, которое называется фосфин. PH3. О нем мы подробно поговорим чуть ниже. Фосфор взаимодействует также со сложными веществами. Здесь вы видите, я указала, уравнение, показывающее взаимодействие фосфора с раствором азотной кислоты и с раствором щелочи. Летучее водородное соединение фосфин по своему составу очень напоминает аммиак. И по строению также. Это газ с неприятным запахом тухлой рыбы, бесцветный, малорастворим в воде, в отличие от аммиака, не стоек, ядовитый. Получают его, как я уже сказала, путем гидролиза фосфидов металлов, а также при взаимодействии фосфидов металлов с соляной кислотой. Летучее водородное соединение, вот видим, PH3. Фосфин горит, и, как и другие сложные вещества, если вы помните, при взаимодействии с кислородом образуются оксиды тех элементов, которые входят в состав сложного вещества. И здесь мы видим образование двух оксидов, это оксид фосфора 5 и оксид водорода, то есть вода. К соединениям фосфора относятся оксиды. Здесь нужно знать такие оксиды, как оксид фосфора 3 или фосфористый ангидрид, и оксид фосфора 5. Оксид фосфора 3 из себя представляет, имеет вид белых кристаллов. В парах состоит из молекул P4O6. Вы видите, здесь изображена эта структура. И этому оксиду соответствует фосфористая кислота. Запомните, пожалуйста, формулу H3PO3. Мы видим, что оксид фосфора 3 именно при взаимодействии с водой образует эту фосфористую кислоту. И к тому же этот оксид может доокисляться до оксида фосфора 5. При этом фосфор меняет свою степень окисления. Вы видите, от плюс 3 до плюс 5. Следующий, пожалуйста. Следующий оксид, это, как я уже сказала, оксид фосфора 5 или фосфорный ангидрид P2O5. Это белый порошок, очень гигроскопичный, поэтому нашел широкое применение в качестве осушителей газов и жидкостей. Очень хорошо растворяется в воде. И обратите внимание, в зависимости от того, какое количество воды берут, могут образовываться разные кислоты. Их формулу тоже нужно вам обязательно знать. HPL3 метафосфорная кислота, H4P2O7 пиофосфорная и H3PL4, это то, что нам привычно, с этой кислотой вы знакомы с 8 класса, ортофосфорная кислота. Еще раз хочу обратить ваше внимание, формулу этих кислот нужно выучить наизусть и знать. По химическим свойствам оксид фосфора 5 это кислотный оксид, как и все кислотные оксиды. Он взаимодействует с основными оксидами, с образованием солей и взаимодействует со щелочами, с образованием соли и вагут. Кислоты. Хотелось бы, чтобы вы вспомнили составление структурных формул кислот. Вы умеете это с 8 класса, но я думаю, что стоит еще раз обратить на это внимание. HPO3 метафосфорная кислота, это ее структурная формула. Затем H3PO3 это фосфористая кислота и ортофосфорная кислота. Еще раз отмечу, вот это более знакомая нам кислота, с ней мы работаем. Дальше. Ортофосфорная кислота. Это кислота, где фосфор проявляет степень окисления плюс 3. Это трехосновная кислота средней силы. Так как она трехосновная, мы видим, что диссоциирует ступенчато в 3 ступени. И при диссоциации образуются ионы трех видов. Обратите внимание, это дигидроортофосфат ион, гидроортофосфат ион и фосфат ион. Так как образуются три разных иона, то, соответственно, и соли тоже трех видов. Это ортофосфаты, это дигидрофосфаты сокращенно, а более полное название дигидроортофосфат. Ну, соль в данном случае натрия, гидрофосфат или гидроортофосфат натрия. Здесь показано. Ну и, глядя на иллюстрации, нужно отметить, что ортофосфорная кислота – это вещество твердое, белого цвета. Оно очень хорошо растворяется в воде. Именно раствором этой кислоты и мы и пользуемся. Дальше, пожалуйста. Ортофосфорная кислота, как и другие кислоты, взаимодействует с металлами, с основными оксидами, основаниями и с солями. Обратим. Первое, вы видите, взаимодействует с металлами, стоящие в электрохимическом ряду до водорода. Но здесь нужно отметить такую особенность, что кроме щелочных металлов, все другие металлы с фосфорной кислотой образуют фосфаты, которые нерастворены. Поэтому при взаимодействии таких металлов с ортофосфорной кислотой на поверхности металла образуется защитная пленка, которая не дает возможности металлам дальше растворяться в кислоте. То есть реакция приостанавливается. А если говорить о взаимодействии щелочных металлов, в данном случае вы видите натрий, сорта фосфорной кислотой, то здесь на практике эти металлы в первую очередь будут взаимодействовать не с кислотой, как здесь указано, а с водой. Потому что они очень активны и при взаимодействии с водой образуют щелочи. Второе свойство, вы видите, это с основными оксидами. Здесь реакция идет также с образованием соли и воды. Третье свойство, как я уже сказала, это взаимодействие ортофосфорной кислоты с основаниями, а также с аммиаком. Обратите внимание, при взаимодействии ортофосфорной кислоты с аммиаком образуется кислая соль, идет реакция соединения. А вот при взаимодействии щелочей могут образоваться соли разных видов. От чего это зависит? Ну, обратите внимание, в первом случае три натрия УАЖ, а во втором случае натрий УАЖ. То есть здесь мы видим, что если в избытке щелоч, а кислота в недостатке, тогда будет образовываться средняя соль, ортофосфат натрия. Если мы видим здесь одна молекула гидроксида натрия, то есть в недостатке, а кислота будет в избытке, тогда будет образовываться кислая соль, в данном случае дегидроортофосфат натрия. Ну и конечно же вода. С солями слабых кислот, здесь вы видите, что с карбонатом натрия кислота взаимодействует, вытесняя летучий этот кислотный остаток и образуется углекислый газ и вода. К тому же нужно знать, что ортофосфорная кислота при температуре превращается в пирофосфорную кислоту и выделяется вода. Качественная реакция на фосфат ионы. Это нужно запомнить, это нужно знать, что качественной реакцией на фосфат ион является ион серебра. Поэтому, если нам необходимо распознать соль или саму ортофосфорную кислоту или соль, то есть фосфат, для этого необходимо в раствор добавить нитрат серебра, мы увидим выпадение ярко-желтого осадка. Так, образуется ортофосфат серебра. Ну, а я думаю, что некоторые вопросы, мы остановились на некоторых вопросах, разобрали. Сейчас давайте попробуем применить те знания, которые мы знали, мы вспомнили, да, и ответить на ряд вопросов и выполнить ряд заданий. Итак, задания в основном были взяты из учебно-методического пособия по подготовке к ЕМТ за 2014 год. Ну, какие здесь задания? Вот здесь вы видите номера заданий. На это тоже обратите внимание. То есть это, я специально не убирала этот порядковый номер для того, чтобы вы могли посмотреть по уровню сложности какое-то задание. Вот вы видите в варианте это задание номер один, то есть оно считается самым-самым легким. Итак, аллотропные виды изменения. Здесь вы видите, предлагается выбрать хлор, хлороводород, протий, третий, вода и пероксид водорода, углекислый газ, угарный газ, фосфор белый, фосфор черный. Зная тему, мы с вами только что повторили аллотропные модификации фосфора. Естественно, в данном случае ответ Е, фосфор белый и черный. Следующее задание. Сумма индекса в формуле высшего оксида фосфора. Еще раз напоминаю, что два оксида, это оксид фосфора 3 и оксид фосфора 5. Высшим, обратите внимание, является оксид фосфора 5. Находим сумму индексов. Это 7. Ответ по 2ВД. Уже пятое задание вы видите. Под номером 5 фосфора является окислителем в реакции. И нужно будет выбрать. Если вы внимательно посмотрите на эти уравнения, значит легко сразу можно будет определить, где же фосфор окислительный. Сначала вспомним. Окислитель, что это за частица? Частица, которая принимает электроны. Раз принимает электроны, значит степень окисления ее уменьшается. Анализируя все 5 уравнений, что мы можем сказать? Уравнение под буквой Д не является окислительным восстановителем. Почему? Фосфор не меняет свою степень окисления, сохраняя ее и в левой и в правой части уравнения плюс 5. Далее, очень похоже уравнение реакции. Это В и Е. Фосфор был со степенью окисления 0, становится фосфор со степенью окисления плюс 5. Ну, под буквой Е тоже самое. То есть здесь идет увеличение степени окисления. Дальше смотрим. Уравнение под буквой С. Фосфор был со степенью окисления минус 3, становится фосфор со степенью окисления плюс 5. Тоже увеличение степени окисления. И лишь единственное уравнение, где фосфор, имея степень окисления плюс 5, становится фосфор со степенью окисления 0. Идет уменьшение степени окисления, а значит, именно здесь он является окислителем. Ответ А. Молекулярный водород легче фосфина. А что здесь? Молекулярный водород не забываем, H2, его относительно молекулярная масса равна 2. А относительно молекулярная масса фосфина, не забываем формулу, мы только что повторили, равна 34. Ну, естественно, математически 34 мы делим на 2 и получаем 17. Ответ В. Фосфин проявляет какие свойства? Ну, здесь нужно вспомнить, что фосфин подобно аммиаку, летучее водородное соединение, и аммиак проявляет основные свойства. Если вы помните лабораторный опыт или демонстрацию, которую вам показывал учитель на уроках, лакмусовая бумага, синеет при выделении аммиака. Фосфин слабее, чем аммиак, следовательно, будет проявлять основные свойства, но слабые основные. Наименьшую молярную массу имеет фосфид и даны 5 металлов. Как здесь будем поступать? Ну, кто-то, может быть, из вас начнет составлять формулы фосфидов каждого и высчитывать молярную массу. Ну, кто-то посообразительнее сразу увидит, что из эти 4 металла, это металла одновалентные, щелочные, поэтому, естественно, у них общая формула будет одинаковая, металл 3П. Естественно, наименьшую молекулярную массу будет иметь тот фосфид, где металл будет иметь наименьшую атомную массу. Соответственно, это литий. Но мы видим здесь еще и металл двухвалентный, кальций. Формула будет кальций 3П2. Ну, естественно, молекулярная масса этого фосфида значительно больше. Поэтому ответ А, литий, не делая никаких расчетов. Сладание. Сумма коэффициентов уравнений, схема которого приводится. Что здесь? Ну, я на это обращала ваше внимание, что при горении сложного вещества образуются оксиды элементов, входящих в состав сложного вещества. Это оксид фосфора 5, он в схеме дам. И второе вещество – это вода. Расставляем коэффициенты. Я думаю, здесь не составит труда. А вот сумму коэффициентов будем внимательны, не забудем посчитать коэффициент перед оксидом фосфора 5. Он равен одному. И получаем 2, 4, 1, 3, то есть 10. Ответ D. Фосфорную кислоту можно получить по реакции. И 5 реакций приведено. Анализируем. Итак, какие реакции однозначно не могут быть правильными? Конечно же, это С и Д, так как здесь вообще нет водорода, а он необходим для образования фосфорной кислоты, потому что поэтому однозначно нет. Как я уже говорила, фосфиды металлов при гидролизе образуют гидроксиды металла и фосфин, то есть тоже не является. И остается у нас реакция под буквой А и под буквой Е. А вот здесь вспоминайте. Оксид фосфора 5, оксид фосфора 3. Оксиду фосфора 3 соответствует фосфористая кислота, а оксиду фосфора 5 ортофосфорная. Именно о ней и идет речь. Поэтому ответ А. Количество сигма-связей в молекуле H3PO4. Для этого еще раз вспомним структурную формулу ортофосфорной кислоты и сразу наполним, что все одинарные связи, которые здесь есть, они являются сигма-связями. Там, где двойная связь, одна из них будет сигма, другая пи. Легко очень посчитать, что всего 7 сигма-связей и одна пи. Ответ А. 7. Масса 3,5 моль ортофосфорной кислоты составляет. Ну, а здесь я думаю, что уж ортофосфорную кислоту в форму вы не забудете и сможете посчитать ее относительно молекулярную массу. Она равна 98. Чтобы найти массу, нужно рассчитать произведение относительно молекулярной массы и количества, которое нам дано, 3,5 моль. Получаем 343 грамма ТВЕ. Валентность фосфора в продукте реакции. Мы уже сталкивались с этим уравнением. И коэффициент здесь уже готовый указом. И вы видите, указан коэффициент, на это обязательно обращаем внимание, указан коэффициент перед веществом Х. Вещество Х – это ортофосфорная кислота. Еще раз вспоминаем структурную форму ортофосфорной кислоты. И видим, что фосфор образует 5 связей, то есть валентность 5, ответ С. Тип реакции между аммиаком и фосфорной кислотой. Когда мы об этом вспоминали, я вас попросила обратить внимание именно на эту реакцию. Идет реакция соединения. Сумма коэффициентов уравнения реакции нейтрализации метафосфорной кислоты гидроксидом натрия. Ну, здесь, конечно, я думаю, форму ортофосфорной кислоты вы запомните. Ой, извините, метафосфорной кислоты вы запомните. Если вдруг вы путаете метафосфорную кислоту с фосфористой кислотой, что нужно сделать? Вы формулу ортофосфорной кислоты запомнили? H3PO4. Ну, убирайте оттуда одну молекулу воды. И у вас получится метафосфорная кислота H3PO3. Здесь сумма коэффициентов. Вы видите, что мы коэффициенты не расставляли. То есть перед каждым веществом коэффициент 1. Поэтому в сумме 4 ответ B. Для полной нейтрализации 24 г гидроксидом натрия потребуется фосфорная кислота массой. И нужно ее найти. Обычное уравнение реакции. На что здесь нужно обратить внимание, что в задании сказано полная нейтрализация. Раз полная нейтрализация, значит идет образование средней соли, ортофосфата, натрия. Ни в коем случае не кислой. Расставляем коэффициенты. И обычной пропорцией находим массу ортофосфорной кислоты. Это 98 умножить на 24 разделить на 120. Получаем 19,6. Это и будет наш ответ E. Формула ди-гидроортофосфата двухвалентного металла. Если вам проще брать какой-то конкретный металл, возьмите то, что вам нравится. Например, кальций. Раз у вас ди-гидроортофосфат, ди-2-гидро, то есть два атома водорода будет сходить в состав кислотного остатка. H2PO4. Этот кислотный остаток, то есть сколько атомов водорода не хватает до полного состава ортофосфатной кислоты? Одного. Поэтому мы говорим, валентность 1 у кальция, валентность 2. Соответственно, формула кальций H2PO4 дважды. Еще раз говорю, кто-то может это сразу увидеть. Ответ. Один моль ортофосфата кальция тяжелее одного моль-ди-гидроортофосфата кальция. Насколько? Ну вот здесь, к сожалению, увидя такие задачи, некоторые ребята сразу начинают математически высчитывать малярные массы в составе формулы ортофосфата и ди-гидроортофосфата. И вычисляют, тратят на это очень много времени, хотя находят, естественно, насколько тяжелее молекула ортофосфата. Но здесь, если вы напишите формулу, то нужно на что обратить внимание? Нужно обратить внимание, чем формулы отличаются друг от друга. И вы увидите, что ортофосфат кальция, в отличие от ди-гидрофосфата, имеет на 2 атома кальция больше. А ди-гидроортофосфат кальция имеет на 4 атома водорода больше. Поэтому что получается? Атомная масса кальция 40, 40 умножить на 2, то есть на 80 больше. Но так как водорода здесь меньше, на 4, значит минус 4. Получаем ответ 76. Естественно, вот здесь вычислений гораздо меньше. Поэтому, еще раз говорю, получая такого рода задания, не старайтесь вести многочисленные вот эти расчеты. Следующий, пожалуйста. При сгорании фосфина, полученного из фосфида кальция, массой 18,2 грамма, образуется оксид фосфора 5, массой. Здесь обязательно, нам не нужны уравнения, достаточно здесь составить цепочку превращения. Из фосфида кальция получили фосфин, и дальше что сделали? И при его сгорании получили оксид фосфора 5. Здесь обязательно обращаем внимание, что исходное вещество, да, и продукт реакции. Фосфора должно быть здесь и здесь 2 атома, и здесь должно быть 2 атома. Только в таком случае мы будем вести расчет, и он будет верным. Это обычный расчет, а мы составляем пропорцию, и видим, что масса оксида фосфора 5 будет равна 18,2 умноженное на 142 и разделить на 182. Это считается в уме, как обычно мы смотрим, да, даже не записывая данные. Смотрим, насколько меньше, да, или во сколько меньше, в 10 раз соответственно, и оксида фосфора будет меньше. Здесь получилось тоже в 10 раз меньше, то есть не 142, а 14,2. Ответ C. Ну, здесь только не вторая, а 22 задача. Фосфор массой 3,1 грамма сожгли в избытке кислорода. Сожгли в избытке. При избытке кислорода образуется оксид фосфора 5. Читаем дальше. Полученный оксид растворили при нагревании в воде. При растворении образуется ортофосфорная кислота. К полученному раствору добавят избыток раствора нитрата серебра. Образовался осадок, если вы помните, осадок желтого цвета, и нужно найти его количество. Также обращаем внимание, один атом фосфора, и в продукте всех превращений тоже, в ортофосфате серебра, тоже один атом фосфора. И элементарной пропорцией мы видим, что получается 0,1. Мой ответ B. Ну, мои вопросы подошли к концу. Я думаю, что сегодняшний мой урок не прошел для вас даром. И я помогла вам остановиться на некоторых вопросах и вспомнить материал по теме фосфора и его соединения. Я думаю, что если вам попадутся такие вопросы, вы ответите на них с легкостью. Желаю вам успешной сдачи единого национального тестирования. Спасибо.